Краска уже начала схватываться, мы напыляем второй слой, и на той стороне крыши будет опыление. Ну, как и так, дальше смотрите видео, в принципе, здесь все понятно. Субтитры сделал DimaTorzok Это будет обработка вот именно нижней части машины, порогов, там, низов дверей, низов крыльев, антигравия. Также я сделал это отдельным видео, чтобы, кому интересно, посмотрели, как защитить машину от коррозии. Машина подготовлена. В принципе, давай, Колян, рассказывай сам. Ну, тут рассказывать нечего, в принципе. Пошкурили ее, более-менее вывели, потому что, еще раз повторяюсь, бюджет минимальный, то есть она не совсем ровная, нету тут идеальных плоскостей, она просто более-менее ровная, приведенная в более-менее, еще раз повторюсь, состояние. А так все уже обтерли ее, антисиликоном протерли, уже подготовили к грунтовке. Сейчас уже будем грунтовать. Значит, по этапам. Вначале будет грунтовка, потом будет антигравий, и в конце будет покраска. Обязательно смотрите это видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь, а мы начинаем. Грунт обязательно льем через сито, меленькое, чтобы если какие-то комочки остались, чтобы нам не забило пистолет, и потом не было проблем при грунтовочке. То есть оно заодно фильтруется, чтобы было жиденько, красиво. Вот такое вот мелкое ситочко, ситечко, сито. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну вот машинка уже загрунтована со всех сторон. Уже в два слоя получилось ее загрунтовать. вот все красиво уже беленькая ровненько со всех сторон тут немного серая как бы ну смысл тот же просто цвет грунта разный так и капот висит вот подготовленный тоже на дельфере сейчас будем делать антигру сейчас будем делать антигравий по низам крыльев пороги задние крылья передние и задние фартуки ну как это делать все расскажем принципе от начали начали подготавливать обклеивать низ то есть ну вот по по ребра жесткости скажем так будем делать и то что нам не надо закрываем вот таким вот образом принципе обклейка как и при покраске премиумбит.com Продолжение следует... 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 Грунт замытый, все в порядке, значит, все блестит, все выведено, все чистенько, абсолютно никакой пыли. Обязательно перед покраской все, выдуваем всю грязь, вычищаем, вымываем весь гараж, чтобы не было... Обтираем антисиликоном. Никакой пыли, да. Потом берем антисиликон, специальную тряпку и обтираем всю машину, то есть, чтобы она была нежирная, еще раз, никакой грязи на ней не было и так далее. Значит, антисиликон мы используем вот такой. Ну, тут засип для сноширения или средство для обезжирки по-русски. И тряпка вот такая вот специальная продается. Тряпка лучше использовать ее, заплатить там сколько она стоит? 15 гривен, да? 8 гривен. 8 гривен стоит тряпка. Она не оставляет ворсы, то есть, когда мы протираем, если обычной тряпкой может оставаться ворсинки, если вот такой, это специальная тряпочка для антисиликона, для обезжирки. Так, ну и теперь непосредственно краски. Значит, краска у нас мобихеловская, взятая на разлив, так как нам нужно свое количество краски на машину. Значит, вот таким вот образом мерный стаканчик, вот видно там сколько, 350 грамм наливаем краски. И под нее отвердитель точно такое же количество, как и в комплекте, если используем, ну, в железных банках, вот заводской комплект. Абсолютно без разницы, то есть, если вы уверены, что на разлив краску вы берете нормальную, у нормальных продавцов, то, как бы, никаких проблем с этим нет. Значит, это добавляем в краску отвердитель, именно то, что идет с ней в комплекте. Значит, обязательно нужно делать в таком порядке, то есть, краска, потом отвердитель, чтобы не прошибить с густотой краски. То есть, если мы начнем краску разбавлять сразу разбавителем специальным, да, вот разбавитель будем использовать, вот такой вот акриловый разбавитель, вот, то потом, а потом добавлять в нее отвердитель, то можно сделать слишком жидкую. Поэтому обязательно вначале краску, в нее отвердитель, полностью хорошенечко вымешать все это дело, перемешать, и после этого уже разбавлять именно вот этим вот разбавителем. Так, ну вот у нас уже разбавлена полностью краска, она так и должна капать? А вот она отлично льется тоненькой струечкой. Значит, теперь можно, в принципе, через фильтр заливать предварительно тщательнейшим образом промытый пистолет, чтобы не было комочков. Давай, придержу. Потому что, если попадет какой-то комочек, она забивает пистолет, потом разбирать, мыть, это, короче, куча головника. Есть. Все готово. Ну, и снимать сам процесс малярки я буду на телефон, дабы мне не запачкать камеру. Так что, сорян за качество ролика дальше. Но камеру я пожалею. Так, ребят, значит, я вам здесь расскажу, значит, как выполняется покраска. Обязательно покраска красится в несколько слоев. Первый слой делается вообще очень-очень тонким, легким нараспылением. Значит, обязательно надо настроить пистолет перед покраской. Лучше всего его настраивать на каких-то таких, скажем, не сильно важных, не сильно видных местах, чтобы пистолет не лил краску, при этом, чтобы у него не было такой вот именно обедненной, скажем так, как подачи краски, то есть, чтобы не было сильно, сильного напыла. Когда мы красим, мы берем какую-то деталь, ведем ее от начала до конца, стараемся вести пистолет равномерно, чтобы у нас не возникало потеков, то есть, если мы в каком-то месте остановимся, там сразу же пойдет потек. Поэтому мы начали деталь, от начала ведем ее до конца. В принципе, самая сложная в покраске машины – это крыша, потому что она самая большая. Ее обязательно красить надо с двух сторон одновременно. И вот покрасили первую половину, то есть, водительскую сторону крыши покрасили. Надо сразу же переходить на другую сторону, красить крышу с пассажирской стороны, чтобы не успевала краска высыхать, которую мы накрасили. И потом, когда, допустим, краска уже начала схватываться, мы напыляем второй слой, и на той стороне крыши будет опыление. Ну, как-то так, дальше смотрите видео. В принципе, здесь все понятно. Так, ребят, ну что ж, вот машина, в принципе, уже покрашена. Она уже высохла, ее уже можно трогать руками. Все готово. Значит, еще раз повторяемся. Это бюджетная покраска для простой рабочей машины, которая работает каждый день, которая не запаривается. Там, да, вот где-то есть тут маленький потек, где-то там чуть-чуть, может быть, чуть-чуть матовость осталось, где-то чуть-чуть царапки от наждачки. Но это все для рабочей машины непринципиально. И тем более в бюджете за 100 долларов, по-моему, это вообще идеальнейший вариант, когда не осталось ржавчины, не осталось никаких вот этих вот отковыренных красок, каких-то кусков шпаклевки и так далее. Когда все целое закрутовано, заантикорено, гравитексом пороги, да, низы крыльев. Кто не видел это видео, вот вам вылазят подсказочки вот здесь, вот обязательно смотрите. То есть, в принципе, все, отличная машина для работы, для каждый день, чтобы ездить, не заморачиваясь вообще ни с чем. Колян, последнее слово, пожалуйста. Это самый бюджетный вариант, который можно было придумать. Бюджетнее просто не существует. Кратлера, потеки, шагрень. В этой машине есть все косяки маляров, которые можно было придумать всеми людьми на планете. Потому что это самый бюджетный вариант, и здесь никто ни о чем не заморачивался. Подварено, погрунтовано, обработано и кое-как покрашено. Ребят, спасибо вам большое за просмотр, спасибо большое за ваши лайки и за ваши комментарии, которые вы пишете. Мы все читаем, на все стараемся отвечать по возможности. Может быть, немножко задержкой, может быть, не в этот вечер, скажем так, а на следующий день. Но, тем не менее, на все отвечаем, все ваши предложения, выслушиваем какие-то замечания и так далее. Мы развиваемся точно так же, как и вы. Мы учимся точно так же, как и вы. Просто наше, скажем так, отличие. Мы все свои эксперименты, все свои какие-то поделки, доделки и так далее, мы все это выкладываем вам. То есть, чтобы вы могли, скажем так, на нашем опыте, на наших каких-то успехах или неудачах понимать, что будет, если делать вот так, вот так и вот так. Спасибо большое еще раз за просмотр. Лайки, комменты, подписочка на канал. Всем удачи, пока.